Я уже по ходу выяснил, что одного человека, которого активно избивали, это был мой киллер. Впоследствии он мне признался. И он мне рассказал, что комитетчиком был разработан такой сценарий. Основная зона это считалось место, где практически убивают заключенных. Вы не можете чуть более подробно рассказать, как вы были у державники? Ну, меня везли в поезде, и надо сказать, что тоже было очень интересно. Интересно в каком смысле, что меня охраняло где-то человек 12, как мне люди говорили, которые меня охраняют, что там два полковника из МВД говорили, что я суперопасный преступник, что со мной вообще нельзя разговаривать, что если какое-то время поговорить, он сразу как бы гипнотизирует и переводит свою веру. И, в общем, меня везли в отдельном закрутке, такая специально оборудованная камера. В соседней сидели другие заключенные, где-то по 4, где по 8 человек. И, в общем-то, один из сопровождающих офицеров сказал, «Слушай, тут ты, говорят, гипнотизируешь людей, никогда не знал, точнее, не видел гипнотизеров. Вот мне, могу я с тобой поговорить?» Ну, я посмеялся, говорю, что «Слушай, сейчас я за тебя загипнотизирую, что будешь делать?» Но, тем не менее, ему было интересно, и вот он сел, со мной разговаривал, пока мы ехали от Астаны до Державинки, мы с ним разговаривали. И он мне рассказывал, как они здесь заключенных везут, какие события происходят, как вот при переезде убивают людей, что обычно открывают все камеры, и, значит, в этом купе уходят сопровождающие, и там происходят, таким образом, драки, убийства, и, ну, в дороге убили они, что называется, что тебя мы будем охранять. Вот, ну, и получилось так, что я просто рассказал, что было. И, конечно, я говорил какие-то простые вещи, которые понятны каждому человеку, рассказывал о преступлении к режиму, и через какое-то время он, по сути дела, стал сочувствующим. Я над ним еще посмеял, сказал, ну, вот, видишь, я тебя загипнотизировал. Да, и мне потом уже сами заключенные рассказывали, он, оказывается, заходил в каждую камеру и говорил, я знаю, что за зона эта Державинка, я знаю там, как себя многие ведут, я вас предупреждаю, что когда вы будете обратно ехать, если я узнаю, что вы каким-то образом к нему применяли какие-то меры физического воздействия, или как-то там на него оказывают давление, я вас здесь всех поубиваю. Вот приблизительно такой разговор, это мне рассказали заключенные потом уже в зоне, когда я был, я не ожидал, что вот он мне такой решительный окажется. Державинку, значит, процедура следующая, вас перегружают в автозак, потом привозят в зону, и по дороге, значит, мы все понимали, куда мы едем, и заключенные были сильно взволнованы, и когда один из заключенных спросил, сопровождающих наших там охранников, ну, мы когда приедем, и куда мы едем, и он такие фразы, такую фразу произнес, добро пожаловать в ад, и гомерически смеялся, вы сейчас увидите, куда вы приехали. Вот, ну и правила там следующие, когда человек выходит из автозака, то, значит, обычно стоит колонна самих заключенных с двух сторон, и когда заключенные выходят из машины, он должен пробегать мимо этой колонны, его начинают бить цепями, там, арматурой, там, все прочее. И, что называется, кто успел, проскочил, кто не успел, там, его добивают, там, в каком состоянии, потом попадает в санчасть, его там приводят в порядок, полуускалеченного, потом он выходит, собственно, в саму зону. Но когда я попал туда, этого не было, значит, единственное, что везде горели прожектора, собаки, вот, все вооруженные, автоматчики, ну, то есть стандартный концлагерь, если вот сейчас посмотришь фильмы сталинского режима, они именно такие. Потом нас повели в так называемую баню, где нас обливали так называемым дустом, нагло брили, и дали тоненькое летнее, знаете, такое черное строительное робо, тоненькое, хабачное. На улице был градус, 35 градусов мороза, нас мокрыми выставили в колонну, вот, и я обычно страдаю каким-то именно простудными заболеваниями. Ну, да, и спасибо, что вот, несмотря на простудные заболевания, и сегодня... То, вот, я там ни разу не заболел. То налоз обритый, то легкое ХБ, в кирзевое сапога, 35 градусов мороза, никакой там одежды другой нет, как ни странно, я вот там не заболел. А затем попадает заключенный в карантин, и здесь начинает применять те способы воздействия, которые, судя по всему, были разработаны еще давно, в Салинский период. А именно, говорят заключенным, что он подписал соглашение о сотрудничестве. Это бумажка вроде, вот, но там, связи с тем, что в основном эти люди попадают из черных зон, это в том мире считается, что это неправильно. У нас такая странная ситуация, вы видите, из каких ситуаций, когда... Да, везде все время нужно что-то подписывать, да, бумажку. То есть, как договор с дьяволом, да? Да, я все время посмеивался над зэками, которые из черных зон, говорил, ну, это же бумажка, ну, подпиши, скажи, держи в кармане фигу, в конце концов. Вот, но и те, кто не подписывает, то обычно сразу там физически сбивает, ломает руки, ноги, там человек теряет полностью какое-то разумное состояние. Вот, это первый, скажем, день зоны, скажем, избиения происходили, то есть, все вокруг меня создавали, то есть, что запугивание... А вам давали такую же бумагу? Я ничего не помню, чтобы я подписывал, просто вокруг меня всех били, топтали, ломали, и я в этот процесс включался, отбивал их. То есть, я так понимал, четко понимал, что это сценарий специально, чтобы на меня запугать и когда-то воздействовать. То есть, больше морального, да, пока был? Сначала, да. Затем собирался колонна, и, значит, меня вывели на показ, сказали, вот, видите, он такой негодяй, он, значит, управлял зонами, это вообще беспредельщик, и вот из-за него будет сейчас всех страдать. Всех положили на пол, отжимались, били их палками. В общем, я все это наблюдал, все происходило на моих глазах. Это фактически настраивали заключение против меня, чтобы они, заключенных, чтобы они меня ненавидели, что вот всех страдали из-за меня. Вот, ну и я, конечно, там, и там тоже не успокаивался. Хотя, в тот момент я для себя принял решение, что я буду договариваться, я буду выходить из тюрьмы. Я просто понял, что, скажем, процесс затянулся. Никак мы не могли, я, в частности, не мог дождаться, чтобы, скажем, какие-то протестные настроения набрали такую силу, чтобы это привело к нашей свободе. Вот, скажем, это, наверное, была, скажем, недооценка в полной мере событий. То есть ощущение того, что вы, если вы сидите, то это бесполезно в какой-то... Да, я уже понимал, что, наверное, надо выходить, находить какие-то компромиссы, такие шаги, которые позволили бы мне выйти на свободу и уже, скажем, в другой ситуации, по-другому бороться с этим режимом. Ну и потом уже по ходу выяснилось, что одного человека, которого активно избивали, это был мой киллер, впоследствии он мне признался, и он мне рассказал, что комитетчиком был разработан такой сценарий, зная мой психологический портрет, а именно то, что обостренное чувство справедливости, вот что я на все это все реагирую. Этого человека все время избивали, я все время, скажем, за него вступался. Вот, и, ну ты, когда с человеком так себя ведешь, в какой-то момент ты проникаешь к нему сочувствием, он становится тебе близок, и таким образом мне подсадили агента, ну, который должен был, как выяснилось, впоследствии по приказу меня ликвидировать. А в связи с тем, что я в тот момент объявил, что я готов идти на переговоры, что вызвало там шок, скажем, у руководителей справедительной системы, потому что вчера они имели со мной проблемы, там массовые беспорядки в первой зоне, все время там какие-то акции про тесты шли, там я был очень беспокойный заключенный. Вот, а тут неожиданный человек объявил, хорошо, давайте договариваться. Вот, и, а эта зона была построена следующим образом. Обычно давали кусок хлеба и кипяток на еду, больше практически ничего. Во всяком случае, в тот период до того, как... Это раз в день, да, или... Нет, это было в три раза в день, но именно вот такой кусочек хлеба и кипяток. Там никакой там заварки ничего не было. Вот, но с моим приходом там все начало меняться, потому что они понимали, что... Информация расходится. Информация расходится. И, ну, ясно, что все это, если до этого по стандартам должно было быть, значит, ее не было, потому что воровала администрация. В первой зоне тоже мне начальник зоны, Шевчук, жаловался. То есть начальник зоны жаловался вам? Он мне говорил, ну, слушай, я сюда пришел, начальником стал, у меня каждый месяц нужно по 2000 долларов отдавать вверх, а теперь как я отдам? Ты поставил контроль сахара, я тут не могу утащить, еду не могу утащить, потому что я поставил весы, поставил контролеров там. А как вы поставили? Ну, там, ну, как потребовали, там, ну, как на кухне всегда есть весы, поэтому сахар приходит, мы взвешиваем, там, столько-то килограмм нет, хлеб норма такая-то нету. Ну, мы... То есть не молчали, да? Да, мы там их администратор сажали, он мне сказал, слушай, я теперь из своих денег отдаю, я же пришел сюда зарабатывать, а тут, получается, ты мне все перекрыл. Никакого бизнеса? Да, бизнеса нет, ничего нет, я говорю, ну, что я могу сделать? Значит, не туда попал. Вот, и ясно, что, когда я попал во вторую красную зону, все продукты, которые отсутствовали, они просто воровались, администрации продавались куда-то, ничего не было. Вот, ну, и обычно правила были такие, что 4 утра заключенный, прекращая работу, 6 утра, то есть им 2 часа давали спать, и в 6 утра там снова вставали. И эти были не люди, это были роботы, как со мной бы выходили. То есть они спали 2 часа? 2 часа в сутки, каждый день избиение, там яму роет человек, попал в яму, через 15 минут поднялся, и били сами же заключенные, активисты с красными повязками. Он поднимается, его бьют палкой, били-били, потом спускается вниз, он опять копает, поднимается вверх, его опять бьют, и 2 часа в сутки. То есть полностью... Да, то есть фактически это концлагерь, где постоянные пытки, один взгляд в сторону забора, это называется попытка бегства, подготовка к бегству. Тебе здесь нашивку вешают, это значит, на языке этой системы говорить склонный по бегу. Склонный по бегу, это что значит? Каждые 2 часа ты должен ходить, отмечаться в дежурный помощник в начальной колонии, как называли ДПНК, и говорит, я такой-то не убежал здесь. Но днем это ладно, а человек ночью ложится спать, например, это уже 2 часа в сутки, если спить ладно, когда потом уже нормальный режим вели, каждые 2 часа приходят, его поднимают, он идет просписывается, потом ложится спать, его опять поднимают, и так каждые 2 часа. Это вот таким образом. Получается, с вашим приходом они потом вели нормальный режим сна? Не сразу. Ну вот я буквально первые дни на моих глазах, 2 человека погибли, один повесился на майке в туалете от безысходности, от этих пыток, просто на майке повесился. И начальник зоны мне Ахметов, он так объяснял, понимаешь, мы тебя вот... Как раз были какие-то личные встречи? для него был интересен, там спецзаключенные, все время звонят из Астаны, там все время внимание, и он, значит, со мной проводил беседу, и говорю, слушай, твоя жизнь для нас вообще ничего не стоит. Нам вот матрас сложно списать, потому что матрас, чтобы списать, это комиссия, это акт, это все, покажи этот матрас, там, где он порвался, и так далее, такая проблема. Человека списать, это вообще не вопрос. Мы вот скажем, попытка бегства, или тебя возьмут в зэке, там, вверх бросить несколько раз на плосу, ты инвалидом стал, или там пытался якобы убежать, мы тебя там подвесили, там, застрелили, и сказали, при попытке бегству через стенку. Это была образцово-показательная зона, была специально сделана, как со мной один сидел человек, общий стаж у него был 23 года, он сидел практически во всех самых страшных тюрьмах Советского Союза. И я у него спросил, слушай, а эта тюрьма какая, на твой взгляд? Он говорит, те были лютые, а это, говорит, спецлютые. Я, говорит, такого никогда не видел. Вот. Ну и в связи с тем, что как-то мне, опять же, даже в тех условиях удавалось как-то с людьми работать, и было серии выступлений, протесты, самопорезы людей, потом депутаты наезжали, условия начали быстро меняться, там, воды у нас не было, вода появилась, там, люди, если утром не побреются, дают один станок на 50 человек, там, спит, не спит, никого не волнует. Если ты не побрит, и там тебя отводят, бьют. А воды нет, это твои проблемы, мало что воды нету. Воды нет никакой, вот это твои проблемы, бьют. Не так посмотрел, значит, укладывает человек, и говорит, ползи. Он ползет, и в это время его дубинки бьют по голове, по шее, он окровавленный, ползает, или дальше развлекались, небольшая комната, все забежали туда, там 120 человек, максимум может зайти, там, я не знаю, если плотно забиться, там, не знаю, 50 человек. Залезают туда 120, все, друг на друга, вот так штабелями ложатся, кто не успел, его вытаскивают, бьют, ломают руки, ноги, и так далее.